да 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 здравствуйте наши дорогие зрители очень рада вас видеть чем же я занимаюсь нами навела марафет небольшой после прополки клубники потому что была сейчас вся мокрая до такой степени что я не знаю жара вообще не прекращается не знаю очень душно и жарко так чем же я сегодня занимаюсь все любят ягоду особенно клубнику правда такая она вкусная и я научилась честно скажу ее выращивать где-то лет десять назад я сама сажала кустики и с маленького кустика у меня получилось плантации которые просто заросла стала сплошным ковром но это все из-за того что я не вовремя за ней ухаживаю признаюсь честно потому что немножко не успеваю ну вот этой плантации я сейчас который покажу ей уже лет шесть чем я занимаюсь я ее конечно же пропалываю потому что если ее не прополоть ягоды не будет и это самые мои нелюбимые самые мои просто нелюбимые работы которые отнимает столько сил и энергия что ну сейчас я вам покажу я просто хочу сказать если это не сделать вот у кого есть ягоды и кто посадил ягоду то ягода будет очень мало на следующий год потому что трава которые сейчас находятся она выжимают все соки корни выжимают все соки из ягоды и закладка новых усиков она конечно будет не такая как как его в ягоде которые обработаны хорошо вовремя все вовремя надо делать ну вот у меня не получается но я вам покажу как я полю пропалываю траву из клубники смотрите какой у меня адский труд иду показывать так ну вот смотрите от соседей идет малина все в траве вот здесь меня уже вот такая идет прополка сразу видно да как отличается где прополана где обработана ягода а где она вся в траве ну как вот я так вот я делаю просто ложу простынь какую-нибудь одеялку и начинаю ее на своем любимом стульчике выдергивать траву но вот это конечно недопустимо это ужасно что мне тут творится ну вот я хочу сказать что это надо делать работу обязательно потом или постоянно поливать и заливать здесь вот видите она какая сухая клубничка моя здесь я уже обработал ее клубника не конечно хорошая но она же тоже зарастает зарастает от соседей вот видите малину соседи она вся ко мне пошла это вообще просто никуда не годится а в начале весны я любит все убирала вот она опять дают порсы от нее уже не избавишься этот вот чтобы вы не делали у меня там и шифер лежит кстати где забор углубленный вот я сейчас покажу вот шифер у меня тут сделаны видно да вот он мы очень углубляли где-то на пол метра бесполезно бесполезно и вот это сейчас если я траву не уберу будет просто кошмар но вот эта вот ягода она уже у меня заросла должны быть рядочки должны быть рядочки здесь вот я отделяла шифером потому что у меня старта были разные ну шифер это не дело он очень ломается просто отделила в начале здесь вот сорт рубиновый кулон который мы скоро будем сажать на другой даче а здесь у меня даже по листикам видно правда а здесь у меня уже сорт совсем другой сорт не помню вроде бы нет ни машенька и большие вот на кустах они как бы отдельно большими кустиками растут но очень много ягоды и она мало дает розеток ругается между собой слышали да ну вот моя работа на ягодку любят все я сегодня на даче одна никто мне не мешает соседи мало сегодня у нас день не дачный автобусов нету а вы знаете себя надо беречь и не пахать и до такой степени чтоб потом упасть я заваривать кофейку отдыхаю часто себя надо вообще любить только мы это поздно понимаем вот я лично это поздно поняла пахала всю жизнь на двух работах отдавала себя как могла кофейок вареный а губы то накрасила специально для вас и для себя обалденный а 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 Продолжение следует...